В эфире программа «Тема часа». Гость студии, генеральный директор «Тенара» транспортной машины Виктор Николаевич Леш. Виктор Николаевич, транспортная неделя позади. Поделитесь результатами работы на форуме. Кроме пленарной сессии, которая была достаточно интересной и дала ответы, но и поставила очень много вопросов на будущее, мы, конечно, готовились к транспортной неделе с точки зрения подписания базовых стратегических соглашений. И это соглашение с регионами, это соглашение с ключевыми заказчиками. Ну и, конечно, самые главные подписанные сегодня документы – это документы, подписанные с РЖД, которые определяют нашу стратегию в магистральном локомотивостроении на ближайшие, я не побоюсь, 10-15 лет. Мы сегодня подписали, наш акционер и генеральный директор, председатель управления РЖД Олег Валентинович Белозеров и Дмитрий Санч-Пумпянский, они подписали два соглашения. Первое соглашение касается платформы электровозной, нового типа локомотивов, полностью с российским асинхронным приводом, и это будет четыре модификации. Наша базовая модель 2С6А, мы называем ее, то есть это замена серийного, самого массового локомотива современного, инновационного, который сегодня есть на сети, это 2С6, локомотив постоянного тока. Сегодня мы подписали соглашение о том, что пилотным проектом будет как раз замена этого локомотива с российским асинхронным приводом. Это позволит возить грузы до 9 тысяч тонн на всех участках российских железных дорог, в том числе со сложным профилем. И это восточный полигон, это участки Бама, будут уже использованы модификации этого локомотива. И я надеюсь, что наше соглашение, которое мы сегодня подписали именно по электровозам, оно позволит РЖД решить проблему ритмичного, качественного следования грузов по восточному полигону. То есть будет модификация на переменном токе, будет модификация скоростная для контейнерных перевозок, и это мы все планируем вывести на рынок и исполнить первые поставки для РЖД, начиная с 23-го года. На что направлено второе соглашение, подписанное с РЖД? Я считаю, оно не менее важное, а может быть более важное, потому что финализирует системную работу в российском дизелестроении еще в 2011 году по федеральной целевой программе Уральский дизелемоторный завод разработал линейку российских дизельных двигателей. И начиная с 2019 года мы эти двигатели начали активно интегрировать уже в конечные продукты. Это серия ДМ-185, полностью российский двигатель, разработанный работой команды Уральского дизельно-моторного завода, дивизиона дизельных двигателей, всего холдинга СТМ. Я считаю, что сегодня подписано соглашение, которое знаковое для нас, потому что мы на сеть российских железных дорог договорились с нашим заказчиком по его запросу сделать локомотив, магистральный тепловоз для восточного полигона, опять же, для участков, неэлектрифицированных участков БАМа. Это локомотив двухсекционный 2Т35, полностью с российским дизельным двигателем, с российским асинхронным приводом, опять же, и платформенное решение, которое может применяться на других участках, на северном широтном ходе, на стандартных каких-то наших дорогах, не только на восточном полигоне. Общая потребность по замене локомотивов такого класса в десятилетней перспективе около двух с половиной тысяч таких тепловозов. Ну, понятно, что мы сейчас вступаем в очень серьезную конкурентную борьбу с нашим партнером, коллегами из трансмашхолдинга. Ну, конкуренция – вещь правильная, вещь хорошая, поэтому будет и нам полезно почувствовать, где мы ошиблись, или, может быть, не ошиблись с нашими техническими решениями. Ну, и заказчик точно получит более эффективную работу с двумя производителями. В подписанных документах указаны сроки, детали или это рамочные соглашения? Ну, ключевая идея этих соглашений в том, что РЖД поддерживает и оплачивает разработку головных образцов. Мы подтверждаем, соответствуя техническому заданию, всех требованиям нашего заказчика в процессе эксплуатационных испытаний. Соответственно, когда мы подтверждаем, то открываются опционы на большие серии этих локомотивов. Мы можем говорить в десятилетнем перспективе о 300-400 единицах каждой серии локомотивов. В принципе, мы понимаем, что знаковым и ключевым пунктом в наших соглашениях является дата, когда мы должны сформировать уже окончательные условия контрактов и подписать эти контракты. Олег Валентинович Белозеров поставил задачу своим заместителям полностью согласовать все условия до 1 апреля 2021 года. А конструкторская работа в этом направлении, она уже идет? Конструкторская работа ведется. Мы ее не останавливали. Начали разработку еще в 2016 году. Доводили дизельный двигатель, силовые агрегаты, доводили привод. И, в принципе, сегодня мы готовы к тому, чтобы в конце 2021 года, в начале 2022 года головной образец начал сертификационные испытания. Какие еще направления сотрудничества с РЖД вы рассматриваете? Ну, СТМ – это сегодня холдинг, который предлагает РЖД весь комплекс техники и весь комплекс услуг. Если говорить о совсем новых направлениях, наверное, вы знаете, что мы подписали соглашение о строительстве завода по высокоскоростному поезду по постройке и по производству. Это завод на базе нашего совместного предприятия «Сименс» в городе Верхняя Пышма в Свердловской области. Это завод «Уральские локомотивы». И, действительно, этот проект реализуется совместно нами, группа «Синара», компания «Сименс», инженерным центром РЖД, где мы тоже являемся одним из учредителей вместе с РЖД. Это совместный проект, который позволит нам действительно высокотехнологичные решения полностью российские вывести, вот в этом сегменте высокоскоростного движения, вывести на сети железных дорог. Это полностью российская разработка. «Сименс» участвует только в части какого-то технологического партнерства. И мы понимаем, что основная задача, которую поставил и президент перед российскими железными дорогами, и председатель управления, генеральный директор Олег Валентинович Белозеров перед нами, то есть основная задача, поезд должен быть российский на 100%, с российскими мозгами, поезд должен быть умный, видеть инфраструктуру, ехать 360 км плюс, и Москва-Питер мы должны преодолевать за 2 часа 15 минут. Это серьезный прорыв, я считаю, высокоскоростное движение один из проектов. Я благодарю вас за ответы. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин